Моя Героиня моей сегодняшней истории родилась и выросла в Москве. Однако время, проведенное в Казахстане, она называет едва ли не самым счастливым в своей жизни. В нашей стране была сыграна ее первая роль в кино. Но сегодня она не только успешная и популярная актриса, певица и телеведущая. Яркая, умная, обладающая прекрасным чувством юмора и стиля, для многих она эталон современной женщины, способной противостоять любым жизненным трудностям и с успехом опровергающая расхожее выражение о том, что природа отдыхает на детях талантливых родителей. Итак, героиня моей сегодняшней истории Алика Смехова. Где он, мой случайный гость? Где он теперь? Где он сейчас? Я зову вчерашний дождь, чтобы не знать новых потерь. Где он, мой случайный гость? Где он сейчас? Где он теперь? Здравствуйте, Алика. Прежде чем начать наш разговор, позвольте передать вам привет от ваших казахстанских зрителей. Я знаю, что вы любите нашу страну, тем более один из ваших первых фильмов «Женщина дня» был снят как раз в Казахстане. Спасибо большое. Я действительно очень люблю Казахстан. Так получилось, что Алматы – это город, где началась моя кинокарьера. Но, чтобы быть точными, это не один фильм, а целых два. Сейчас объясню. Почему-то забывают второй фильм, который параллельно мы снимали. Поясню, как это было. И вообще, почему я оказалась в Алмате, и почему Казахстан, и почему все это произошло. Дело в том, что у Сергея Александровича Соловьева во ВГИКе был курс из Казахстана очень талантливых ребят. И этот курс просто взорвал мир кино и стал снимать замечательные фильмы. Первый из них был немножко задолго, некоторое время до моих двух картин. Первый фильм был «Игла» Рашида Нукманова. И по иронии судьбы, наш фильм «Женщина дня» мы тоже снимали в той же квартире, в Алмате, в старой Алмате, в которой снимался фильм «Игла». И вот Рашид Нукманов, потом мои режиссеры – это Бахыт Килибаев и Саша Баранов – они вообще тоже вместе, вдвоем снимали кино. И они сняли первую свою короткометражку, я, к сожалению, не помню, как она называется, она была без меня, и тоже заявили себя, как вот «Новая казахская волна». Вот такое было понятие. В него входил вот Рашид Нукманов, Бахыт Килибаев, Саша Баранов, ну и еще несколько режиссеров. И так случилось, что я была тогда замужем за сценаристом фильма «Асса» Сережей Ливневым. И, естественно, ребята все общались, потому что все вышли из ВГИКа. И так получилось, что ребята со мной познакомились и предложили мне сразу две роли в двух картинах. И получилось, что они думали, вместе будут снимать, а потом они разделились. Бахыт Килибаев тоже меня хотел снять, и Саша Баранов. А так как я все равно была в Алмате, это было несложно осуществить. Фильм Бахыта называется «Клещ». И вот я провела полгода в Алмате, как-то успевая учиться в институте, это был третий курс ГИТИСа. И как раз к выходу фильма, это был, наверное, или 90-й, или 91-й год, когда он вышел. Но он еще вышел под эгидой «Казахфильма». Я еще помню, там бывала, на студии, и зарплату получала на студии. Но вот просто к моменту выхода фильма вот так случилось, что все обвалилось. И союз, и прокат, вообще все обвалилось. Но я успела побывать и пожить в очень любимом и дорогом моему сердцу городе. Я недавно была и в Астане, и в Алмате, и даже была, мы с гастролями с папой ездили, даже мы были в Караганде. Но в Караганде я никогда не была, поэтому мне сложно судить. А вот Алмата, конечно, изменилась. И та старая Алмата, которая запечатлена в нашем фильме «Женщина дня», я думаю, старожилам города очень приятно еще смотреть этот фильм, потому что там действительно кварталы, дома те старые. Я просила показать мне вот те места, которые я любила, но мне сказали, что практически многое изменилось. О Казахстане и Алматы она может говорить бесконечно. Это город ее юности, первых шагов в кино, город, где началась ее взрослая, самостоятельная жизнь. Замуж за сценариста Сергея Ливнева, Алика вышла, едва ей исполнилось 18. Но несмотря на столь юный возраст, Смеховой уже тогда хотелось иметь крепкую семью – детей. Сергей же не был настроен на супружество, обремененное с заботой о малышах. По этой причине брак, просуществовавший 6 лет, распался. Это твои проблемы. А я хочу, чтобы у меня все было ясно. Короче, поезжай, объясни сегодня все своей тещи. А ночью, чтобы как штык был у меня. В противном случае, наши неуставные отношения считай законченными. Все. Думай, Волохов, а я пошла. Чао. А скажите, если говорить о внутреннем, то та Алика, которая была тогда в конце 80-х в Алматы, и сейчас, нынешняя, которая сейчас сидит передо мной, это разные женщины? Я помню, мне было тяжело, и я помню, что я даже как-то уставала и плакала, и как-то капризничала. И Саша Баранов говорил мне, какая ты дура, ты даже не понимаешь, ты будешь вспоминать эти дни, как самые счастливые в твоей жизни. Я вообще вот не помню, но я помню, что я тасковала по маме, мне даже группа организовала, чтобы мама приехала. Ну и замужем была, да, но это все такой детский сад, и этот первый брак тоже детский сад. Вот, это, конечно, это абсолютно разные люди, и в профессии, хотя я считаю, что тогда мое участие в фильме, и то, как я сыграла, как бы не играя, и это именно отвечало духу именно казахской волны, вот то, что не было игры, что все было как бы очень натурально. И почему взяли меня, потому что я, это первая моя работа, что как бы артисты и не артисты. Вот сейчас бы они меня не взяли, потому что я как бы медийная уже, да. Сейчас я очень много, вот мы, например, в Казахстан приезжали с моим папой, Вениамином Смеховым, со спектаклями. И надо сказать, то, как нас приняли в Караганде, наверное, вот мы проездили полмира, много где были, но такого приема теплого и зал так принимал, вы знаете, мы не ожидали. У нас был полный совершенно зал, и я понимаю, что в Караганде не так много цветов, все-таки город находится в такой сложной местности, столько цветов мы нигде не получали. Это так ценно и дорого, я понимаю, что для степей это просто люди очень сердечно к нам отнеслись. То есть сейчас вы уже можете смело отвечать на вопрос, где лучше всего принимают, да, где в Караганде. В Караганде. Алика, вот что на экране, что в жизни, безусловно, вы производите впечатление очень уверенной в себе, очень такой внутренне наполненной и сильной женщине, но при этом я знаю, что в детстве вы таковой не являлись. В одной даже передаче я слышала, что вы говорили, что были гадким утенком. Это правда? Конечно. Ну а как в переходный возраст обязательно? Я даже считаю, что если в переходный возраст ты не будешь гадким утенком, значит, ты потом всю последнюю уже оставшуюся жизнь будешь гадкой курицей. Поэтому, если ваши девочки и сыновья, и дочери с 13 до 16 дурно выглядят, ну девочки, скажем, до 15, это очень хороший знак. Это нормально. А какое впечатление из детства для вас осталось наиболее ярким? Вы знаете, мое детство благодаря моим родителям. Мне настолько повезло быть в обществе необыкновенных людей, видеть с детства тех людей, о которых вы снимаете фильмы, программы. Люди с удовольствием смотрят. А мне повезло просто с этими людьми находиться рядом. Не просто один раз увидеть, а слушать, о чем они говорят, как они себя ведут, наблюдать. И уже одно это уже событие, скажем. А скажите, вас как воспитывали? Строго или демократично? Я бы сказала по-советски строго. Особо, ну, тогда особо ничего и не было. Ни нарядов, ни там каких-то, а ничего и не было, как все. Достаточно строго, и сюсю-мусю не было. У меня никогда не было каких-то коз, бантиков, рюшечек. Я как-то очень по-пацански росла. Непререкаемым авторитетом и идеалом для Алики всегда был папа. Известный актер, звезда мушкетеров Вениамин Смехов. Да, сегодня они не просто отец и дочь, а коллеги по сцене. Хотя Вениамин Борисович изначально желание дочери пойти по его стопам воспринял без особого энтузиазма, справедливо полагая, что профессия актера слишком зависима и нестабильна. Но Алика от своей мечты отказываться не собиралась и поступила в ГИТИС. Вскоре Смехова уже блистала на экране. Что за платье? Просто идиотство. Самое интересное, что в Париже так никто не носит. А вы бывали в Париже? Я все лето провела в Белграде. У Нины отец работает в Югославии. Ну а в Париже-то вы были? В Париже я не была. Потом Алика пробовала себя в качестве певицы. Музыка – это еще одна большая любовь моей героини. В 2004 году на экраны вышел сериал «Все мужики СВО», в котором Смехова сыграла роль яркой и соблазнительной вдовы Сони. Как и остальные героини этой многосерийной комедии, Сони находится в вечном поиске женского счастья. Правда, считает, что любовь и брак – вещи несовместимые. 55 лет. Вдовец, детей нет. Личное состояние оценивается по самым скромным подсчетам в 100 миллионов. Уникальность шанса в том, что вы, как две капли воды, похожи на его покойную жену. Да что? Вы также очень похожи на его покойную мать, которую он просто боготворил. Вас даже зовут так же, как его покойную мать. Со-С-Я. О, Господи. Не могу обойти вниманием любимый всеми сериал «Все мужики СВО». Скажите, вот там всё основано на такой крепкой женской дружбе. А в жизни вас судьба такой крепкой женской дружбой побаловала? Да. Да, у меня есть подруги, которые долгие годы со мной. Ну, одну из них вы все знаете. Это заслуженная артистка России Оля Кабо. Думаю, что вы будете у неё брать интервью. Она с удовольствием про меня скажет. Вы ей напомните. Обязательно. Но я про Олю могу сказать, что у нас уже тоже родственные связи, потому что, когда я родила своего первого сына Артёма, ему сегодня уже 16, Олечка стала его крёстной мамой. И когда Олечка родила Виктора, младшего сына, которому сейчас 4 годика, его крёстной мамой стала я. То есть мы уже у нас настолько близкие отношения, что мы покрестили детей. Они выросли на наших глазах, растут. Удивительно, что мой младший сын Макар, которому скоро 9, и Виктор маленький, которому будет 5 только, они прекрасно общаются, прекрасно ладят, потому что мы очень часто куда-то ездим вместе, отдыхаем. Какие-то у нас есть совместное времяпрепровождение досуга и дети с нами. Но это уже даже не женская дружба, это уже одна семья, наверное, потому что все события, все дни рождения, все праздники мы всегда проводим вместе, мы делимся какими-то нашими жизненными откровениями. Мы можем друг к другу поплакаться, мы можем выпить бокал вина, и мы можем быть счастливы, просто молча созидая рядом. Это, конечно, вот это такое приобретение по жизни. Есть Клара Кудзинбаева, с которой мы познакомились, опять же, через Алику, потому что мы делимся друзьями, которая, ну вот, если может быть, женщина такая яркая, какая-то потрясающая, энергичная, и вот позитивно-очаровательная, но вот это Клара. Алика артистична, да, это написано в его программе, талантлива, да, и она также обладает аналитическими способностями, так же, как у меня две девятки, ей не с каждым человеком интересно, поэтому она быстро-быстро перебивает, если что-то интересное, она даже не хочет дослуживать до конца. Но что нас отличает? Алика, в отличие от меня, нетерпелива. В быту, конечно, у нее характер не из легких, но зато она честная. Клара Куздинбаева еще одна близкая подруга моей героини. В силу профессиональной деятельности она не просто поддерживает Смехову, давая советы по-женски, а консультирует ее как нумеролог. Цифры подсказывают Кларе выход из самых сложных жизненных ситуаций. Теперь люблю, не говори, тобой я больше не болею. Своего первенца, сына Артема, Алика родила в браке с бизнесменом Николаем. Они встретились, когда обоим было уже за 30. Взрослые люди, мечтающие о покое в детях стабильности. Было взаимопонимание, уважение, комфорт. Но любви не было. Так прошло 7 лет. А потом в жизнь Алики ворвался мужчина, имя которого она не произносит до сих пор. Он увел ее из семьи, а потом бросил на втором месяце беременности. Я тебе еще не все сказала. Я внимательно слушаю. Я беременна. Та ситуация, которая у нее сложилась в личной жизни, конечно, она очень много, на много-много лет ее надломила. Поэтому в этом состоянии находилось много лет, потому что это было несправедливо прежде всего. Это было настолько предательское, это настолько в ее оставило душевную рану, осадок. Поэтому много-много лет она не могла устроить свою жизнь. Алика, не так давно пресса обсуждала ваш сложный развод с папой Макара. Вот скажите, что бы вы посоветовали женщинам, попадавшим в такую какую-то сложную жизненную ситуацию? Что нужно сделать? Чем самой себе помочь? Как выкарабкаться? На кого опереться? Ну, во-первых, развода никакого не было, потому что не было и брака. Ну, расставание, скажем так. Знаете, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Надо постараться, как бы это ни было тяжело, воспринять ситуацию, что это, ну, так, как говорится, так Богу угодно, значит, так будет лучше. Ну, что ж поделаешь. Как бы чудовищно она не выглядела. Ну, и потом как-то понять, наверное, для чего, ни за что, а для чего дана эта ситуация. Что можно сказать женщинам? Сказать, предвидеть невозможно ведь, что произойдет. Поэтому здесь нету, нету, я не могу ничего посоветовать. У каждого своя судьба, и каждый по-своему справляется. Не могу дать никаких советов. Это очень тяжелая история, тяжелая тема. И она, конечно, не закончена, потому что, когда есть дети, это не может быть закончено. Это продолжение. Продолжение следует. Ну, я надеюсь на лучшее. Я только могу, стараюсь позитивно рассматривать эту ситуацию. А это возможно позитивно? А что делать? Есть какие-то варианты? Проклинать и горевать? Зачем портить себе жизнь? Не надо. У каждого человека есть свой скелет в шкафу. И даже если ты о нем забыл, тебе обязательно о нем напомнят. Притом в самый неподходящий момент. А если говорить об уроке, то вы какой урок для себя вынесли из этой ситуации? Вот она вас лично чему научила? Надо надеяться только на себя. Только на себя. Когда женщина хочет иметь детей, семью, вообще что-то хочет иметь, и думает только, что она может понадеяться и прислониться к кому-то, к сожалению, в современном мире это очень... Каждым днем, с каждым годом это меняется. Надо надеяться только на себя. Вот это единственное, что я могу женщинам посоветовать. Женщина, к сожалению, всегда была более ответственна. Дети на ней, в конце концов, в любом случае, есть у нее муж, нет у мужа, все равно больше женщина занимается вот этой ежедневной ответственностью воспитания детей. Ну, когда-нибудь муж придет там в гараже с ребенком, покопается в машине или футбол сыграет. Кому-то, может, повезло. Прекрасно. А кому-то нет. Поэтому надо всегда рассчитывать на свои силы. А вы своих мальчишек как воспитываете? Вот какие качества мужские вы пытаетесь им привить и каким образом? Может быть, говорите что-то. Советую. Я не могу привить им мужские качества, я не мужчина. Я им теперь объясняю, что с точки зрения женщины вот это бы... Вот представляешь, ты будешь женат. Вот твоя жена будет бесить, что ты вот там тюбик пасты вот так вот делаешь. Или еще что-то. Или ты понимаешь, надо открыть дверь, взять сумку. Ну, то есть уже как-то я с точки зрения женщины объясняю, что ему в последующей жизни вот такие моменты, и они как-то очень быстро это понимают. Вот с точки зрения женщины, может быть. Олег, а о чем вы мечтаете сегодня? Сегодня я мечтаю все-таки об очень интересных проектах, где бы я могла раскрыть то, что я уже накопила. Я хочу такое вот что-то сыграть, не просто проходящее. Хотя мне очень нравится комедия, мне очень нравится, где есть смех, где есть ирония, где есть сатира, с удовольствием мелодрама. Пожалуйста. То есть я настолько много чувствую сейчас в себе сил, такой потенциал творческий. Хотелось бы его реализовать. Потому что, конечно, все сейчас ориентировано на молодежь. И проекты все молодежные, и все так помолодело. А когда я начинала на том же «Казахфильме», единственным моим недостатком было то, что я молодая. Мне все говорили, ты еще очень молодая. Я говорю, а вот это, вот это. Нет, а вот это другая артистка, это другая, ты еще молода. Когда прошел этот момент, сейчас уже начала мам играть. Сонечка, ты совершенно не старая. Для тебя – да. А вот для него я уже старушка. Она не из тех, кто пеняет на судьбу, ищет виноватых и долго упивается собственными страданиями. Горечь обиды не озлобила ее сердце. Наоборот. Теперь она еще больше дорожит близкими. Теми, кто в трудной жизненной ситуации оказался рядом. Подставил плечо, поддержал. Этими людьми стали, конечно, друзья и отец. Именно отец дежурил у ее палаты, когда Алика рожала младшего сына Макара. Да и сейчас Вениамин Борисович активно участвует в жизни внуков, выполняя сразу несколько функций. Деда, отца, друга. Подруга же Алики, нумеролог Клара Куздинбаева, считает, что моей героине совсем недолго осталось быть одной. Впереди ее ждет судьбоносная встреча. У Алики все будет хорошо. Она выйдет замуж, она счастлива, потому что у нее в программе есть семерки. Вообще, я всегда говорю Алике, ты знаешь, Алика, ты счастливая, у тебя замечательные дети. Почему? Потому что дети это награды Божьи. Просто так хороших детей Господь тоже не дает. Поэтому все у тебя будет хорошо. А брак еще возможен в вашей жизни? Хорошим делом брак не назовут. Но я думаю, что это шутка, конечно. А так я не исключаю. Вообще, это правильно, когда у женщины есть мужчина, да, когда у нее есть. Ну вот муж, просто вот как муж такой вот, меня не интересует. Меня интересует друг. В моем понимании это соратник, друг, компаньон, любовник. Ну все в одном лице, естественно. Тогда это замечательно. Потому что хочется с человеком смотреть в одном направлении, как-то вместе радоваться жизни. Потому что жизни надо радоваться, а не страдать вместе. Страдать вместе не надо. Поэтому я совершенно не исключаю того, что Всевышний пошлет мне эту встречу. Я заслужила. Это действительно так. Спасибо вам за этот разговор. Спасибо. Пусть все то, о чем вы мечтаете, и прекрасные встречи, и прекрасная роль, которой вы действительно достойны, обязательно случится в вашей жизни. Спасибо. И я хочу передать привет моим поклонникам в Казахстане, в солнечном Казахстане. Особенно мне приятно, и я знаю, очень много ко мне подходят где-то в разных точках мира и говорят, что вот мы дочку назвали в честь вас Алика, Алика, Алика. Я знаю, что в Казахстане сейчас очень много маленьких девочек, уже не очень маленьких, уже среднего возраста, с моим именем. Это правда. И мне это очень приятно, что это благодаря мне так назвали девочек. И я хочу всем Алика мне хорошо. Я хочу, как же это, господи, моё же имя не могу просклонять. Я хочу всех девочек с моим именем послать им мой импульс и заряд, потому что имя у меня очень сильное. Имя человека, который не унывает. Вот не унывайте, посмотрите на меня, и у вас всё будет хорошо. Вот такая история. Моя, 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 История любви Моя, 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 история победы Что значит слово «я» Когда и снова мы Вся наша жизнь вопросы и ответы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok